привет скажи пожалуйста как тебя зовут привет меня зовут александра александр из какого ты города и расскажи самое главное как ты решил приехать на ретрит к светлане лавровой я из москвы и на самом деле я достаточно давно интересуюсь вопросами питания депривации очищения тела и в очередной раз буквально наверно в июле месяце я натолкнулась на видео светланы и полностью не знаю можно полностью нервный изучить невозможно все что она написана но я очень много роликов просмотрела потому что мне очень откликнулась и и позиция ее манера донести информацию вот что это за качество такое какое-нибудь самое главное у светланы которые ты почувствовала такая да я поеду к этому человеку ну так если мы в одну к открытость открытость для меня это вот прям открытость поток какой-то энергии любовь наверное даже забота я сначала не понимала в некоторых роликах почему она говорит ребята прежде чем идти в год поймите для чего он вам а это оказывается просто элемент заботы потому что можно себя найти и привести в состояние тела другими способами когда просто услышать его то что она хочет то что она просит расскажи пожалуйста как для тебя прошел ретрит были ли какие-то ожидания насколько они оправдались или может быть в чем-то ты разочаровалась вот как как бы ты это описала ожидания и реальность но если сказать одним словом то это балл если больше погрузиться на самом деле общих характеристика что настолько энергетически напитанная обстановка настолько она для восприятия именно наполнена добротой наполнена улыбками мы здесь все как одна семья из ожиданий на самом деле я ехала с одной основной мыслью это проголодать и решить вопросы некие с физическим телом но попав в этот круг все пошло немножко по-другому и я понимаю что я получила если не полную целостность то хотя бы инструменты и подошла близко к тому чтобы себя сложить это конечно очень большая работа именно с работа самого человека над самим собой светлана она может направить вот как мама до поставить на лыжи а дальше ты должен идти сам те невероятные энергии которые здесь мы проживали вместе со светой были еще девочки ирина которая поставила нас на гвозди и вот это ощущение где-то найти в обычной жизни это невозможно и вот сейчас я понимаю что кроме там свои задачи каких-то решить вопросы с физикой у меня идут трансформации у меня запущен процесс возврата к самой себя то что в принципе всем нам нужно мы должны услышать себя и жить так как для так для чего именно мы пришли сюда не оглядывая направо или налево несмотря на соседа несмотря на подругу у каждого нас свой путь и он у каждого лежит через целостность познания самого себя и возможность услышать что тебе говорит или физическое тело и все другие тела которые у нас есть светлана говорит как раз о пути к себе и о том как стать целостным да как собрать себя в себе и мы это знаем из ее эфиров как бы ты могла описать на ретрите насколько ты он приблизилась к этому состоянию и как она через что она это дает как это происходит потому что это такая общая фраза да путь к себе а вот в реальности вот ты человек который был сейчас пять дней здесь внутри процесса вообще так это или нет и если это так то через что ты это смогла ощутить во первых я ни на секунду не пожалела что я взяла личную консультацию потому что там идет реальная распаковка и светлана как психолог она делает очень грамотно и подводит тебя к моменту когда ты начинаешь разворачивается к себе и смотреть на себя со стороны именно в качестве наблюдателя и тогда уже оценка меняется ситуации во вторых это сама светлана проводит множество практик у нас было великолепно сейчас я говорю мне брошки по коже под бубен у нас в клеточке которая запускает процесс регенерации тела у нас под бубен еще одна замечательная медитация и когда ты находишься это просто вот эти звуки вот эти вибрации ты полностью пропускаешь через себя это ни с чем не сравнить то есть люди которые не знают что такое вибрации я не смогу объяснить потому что это нужно почувствовать на себе а тот кто все-таки смотрит в эту сторону он меня сейчас считает и четко поймет но когда это выходит уже энергия выходит уже на уровень физический ты просто физически ощущаешь твое тело вот физическое ощущает вот эти потоки энергии вот эти спирали когда ты не можешь руки соединить потому что ты понимаешь что у тебя вот поток энергии просто брызжет и клеточки вибрировали вообще я вместе с клеточкой давайте поговорим отдельно про те практики которые были здесь на ретрите ты уже упомянула гвозди два слова про гвозди что это было для тебя в общем я стала на гвозди уже длительный период второй раз то есть у меня было два подхода на первом я простояла на пару минут но и там ирина она проводник кстати блестящий проводник не знаю лучшего наверное не найти и уже какой-то пошел процесс но мне было настолько болезненно что я причем даже не я вот какая-то сила меня сорвала с этих гвоздей но естественно я понимала что должен быть какой-то финал и продолжение как минимум если не финал то продолжение процесса потому что как что-то я уже начала чувствовать но этого было недостаточно а вот второй день но я полагаю что где-то первые пять минут это было болезненно но при этом из меня прошу прощения изрыгались эти все старые программы я какой-то на первом моменте конечно я легкости не было но потом вот это все начало освобождаться освобождаться и далее произошло для меня вообще очень необычное и странное я начала и вибрировать на гвоздях вот полностью и шар у меня энергетический между рук был который я не могла сдержать и потом мне ирина сказала что его нужно вот в сердце и да было ощущение что я пыталась вылететь из тела но ира меня вернула иди сюда вообще эти вещи существуют а вот энергия между рук шар да это все ты реально проживала конечно я до этого испытывала я знаю что такое вибрации энергии но здесь это просто было это вот такой мощный поток вот сейчас я говорю и у меня опять приходит то есть я сейчас могу возрастить возвращать его обычным ощущением настройкой вот на это поле это это настолько необычно и вообще энергия вот так начала ощущать где-то не более наверное месяца и то что сейчас случилось но это просто для меня я не пытаюсь понять уже так как зачем вот она есть и лучше знать как этим пользоваться и для того чтобы раздавать цвет который есть в тебе который есть в каждом и которые просто не могут многие открыть да это безусловно эксклюзивная энергетическая практика которая не рядовое состояние на гвоздях то есть мы знаем что выйдет инструменту как мастера для а уже как мастер своим потоком через инструмент воздействует это абсолютно индивидуальная история а что это дает сейчас тебе в твоей жизни вот если пойдешь в свою обычную жизнь и вот это вы трансовые мистическое переживание но она тебе зачем что она тебе дает что ты возьмешь из него из него что ты возьмешь свою обычную жизнь но когда мы уходим солнцем мы попадаем различные абсолютно энергии с которым мы должны взаимодействовать и настройка на себя это возможность и опять концентрация на этих энергиях она дает во-первых возможность не потерять себя и продолжать любой ситуации раздавать цвет который в тебе есть она дает возможность на основании чувствования собственного тела делать свои дальнейшие шаги она сто процентов поможет изменить в первую очередь мое отношение к каким-то триггерам которые раньше триггерили там допустим на работе что-то что-то в семье да то есть мы четко она поможет продолжать взаимодействие на абсолютно другом уровне и прожить для себя собственно те моменты которые приведут тебя к полному эмоциональному балансу и твоей же целостности и еще буквально минуту я тебя поспрашивала о игре мой мир который завершился процесс нет это была игра радуга радуга не играли надо как для тебя это было я на самом деле в такую игру играла первый раз мне было очень странно почему мне выскочил тот запрос который мне выскочил потому что это было не первое не первоочередной но так как скорее всего это происходит все на подсознательном уровне значит ну грубо говоря я обманываю себя я что было интересно очень что выстроилась линейка друг за другом вот этих карт этих действий взаимодействие которые я должна сделать как будто был прописан процесс как будто была прописана дорога допустим сначала мечта идет потом идет мотивация потом допустим идет движение по тот процесс то есть это на самом деле какой-то путь который обычные люди которые не работают с энергией они просто прописывают себе это виде плана а здесь тебе дает это подсознание и какой-то момент ты понимаешь что да вот эти пункты ты могла бы сделать но ты не могла их расцениваете с точки зрения применения кто и задача которая озвучена по кто и вот к тому вопросу к той проблеме на может быть так сказать и это я еще буду продумывать потому что игру проиграли но это нужно еще оценить применить и подвести итог я благодарю тебя за этот отзыв за твой яркий эмоциональный вообще вклад в этот весь ретрита твою энергию это очень было приятно было интересно и классно наблюдать за твоими трансформациями какие пожелания у тебя для человека кто сейчас возможно смотрит этот отзыв и думает нужен ли мне ретрит ехать ли мне на ретрит вот для кого этот ретрит кому-то точно рекомендует что ребят вам сюда сюда я скажу так что вот если вы открыли видео и вот что-то шелохнулась сразу эти то есть не давайте возможность мозгу что-то додумать начать какие-то сравнения вот если откликнулась дети если есть сомнения посмотрите еще ролики посмотрите отзывы и хотя там уже больше мозг у вас будет работать но на импульсе живите импульс пошел да все значит надо ехать а дальше все будет хорошо я благодарю тебя я надеюсь мы еще увидимся на наших мероприятиях да обязательно благодарю тебя благодарю светлану благодарю всех каждого кто здесь был вы все сделали мои дни